Когда я впервые попал в Крым, это был конец 80-х, вот эти бурные очень события, когда нам опять запрещали вернуться в Крым, опять обвиняли. Когда мне нужно было выплеснуть вот это все, а декоративное прикладное искусство, оно построено на позитивном мире, я обратился вот к живописи, к картинам. Я не фотоаппарат, я делаю картину. И все, что у меня наболело, я могу там выразить. Я во всех своих картинах пользуюсь метафорами, то есть образными сравнениями. Вот эта картина написана в 1988 году в Узбекистане, а вот эта уже в 1993 году написана в Крыму. Здесь мы видим пустынные холмы и дорогу. Дорога – это метафора, путь нашего народа. Где-то там на чужбине в этой пустыне вот дорога идет, и происходят какие-то страшные события. Вот эти деревья – это метафора тех испытаний. А здесь мы уже в Крыму, здесь есть море, но дорога к этому морю, она забита, загромождена всевозможными какими-то препятствиями. То есть это реальная ситуация, когда крымские татары, которые до депортации, основная масса жила на южном берегу, когда мы сюда приехали, нас на южный берег не пустили. Я вижу вещи, которые еще более важны. Допустим, вот мы занимаемся моментами народного искусства, исследования орнамента, обучения учеников. Я просто знаю, что никто другой этого не сможет сделать. Мы занимаемся этнографией, допустим. Я знаю, что никто этого не делает, и никто другой не сможет этого организовать, сделать. Поэтому я даже наоборот страдаю от того, что у меня мало времени писать картины. Я очень люблю. С конца 80-х годов я познакомился с крымско-татарским орнаментом, и предо мной возникли вопросы, что он означает. Вот прошло уже около 30 лет, и эти вопросы уже разрешены. Орнаменты, вышивки и качество, они почти полностью расшифрованы. Если мы говорим вот о сакральности, то мы в данном случае имеем дело с женской магией. Она имеет два направления. Одно – это построение гармоничной семьи будущей. Эти орнаменты невеста вышивала на учкуре, на сети. Вторая сторона – это орнамент на полотенце в джиаре, который мог висеть в интерьере. Он на 90% состоит из знаков оберегов. У меня очень много сфер деятельности. Я занимаюсь живописью, я занимаюсь текстилем. Я делал гобелены, всевозможные вышивки, изделия из войлока. У меня есть керамические произведения, выполненные в мастерских моих учеников, но по моим эскизам. Есть произведения, вытканные нашими мастерами по моим эскизам. Конечно, моя работа с народным орнаментом, я считаю, она наиболее значительная. Наши народные мастера, они вооруженные знанием орнамента. Я стараюсь развивать в ученике те качества, чтобы в конечном результате был художник народного искусства. В первую очередь, знания народного орнамента. Я добываю знания и даю их своему народу. Мне это интересно. Для жизни мне не надо много денег. Я картинам силы даю, а через картины людям силы даю. Спасибо за просмотр!